Вот, зашли в лес, и тут же вот пошли беленькие, беленькие, симпатичные беленькие. Ну, беда всех грибов, даже выкручивать не буду, потому что он погрызен. Но он чистенький, он очень хороший. Вот, посмотрим его собрата. Ну, то же самое, видите, ножку берёшь, она снизу, вон она, она погрызена. Смысла выкручивать нету, попробуем что-то у нас. Вот. Вот, ножка съедена, но шляпочку я, пожалуй, возьму. Итак, мы начинаем. Все грибники, как рыбаки, это очень суеверные люди, это как известно. Мы решили поговорить с вами о тех приметах, которые видите вы, как грибник. Конечно, да, летний белый гриб, но это ещё редкость пока, редкость. Вот-вот, может, его будет больше. Впору, знаете. А, ну вот, да. Впору включить заставку секретных материалов. И вот сейчас вот закричать. А всё-таки он существует. Вот смотрите, какой красавица. А маленький-то прошли, Николай. Обалдеть. Смотрите, какой красавица. Ну вот и скажите, что они не существуют. Красивый какой. Только выпрямился. И впереди что-то рыжее. Сейчас проверю. Ну да. Ю-ху. Кто молодец? Я молодец. Смотрите, вот какой. Вот какой вот. Вот, беленький. Беленький-беленький-беленький. Посмотрим по округе. Может, ещё раз выпрямиться. Вот такой вот он. Мудренький. Ну да, ножка чуть-чуть погрызена. Вот такой. Ну, только что сказал, надо выпрямиться. Смотрите. Вот ещё один. Вот такой. Ну, тоже погрызенный. Интересно, рядом ещё есть. Вот ещё будем уцелеть, когда вот такие вот монстры. Как змея. Вот сидит и ждёт. Видимо, вот тут скоро вылезет гриб. Ну, да. Создаётся впечатление, что они наготове ждут. Гриб. Он только начинается. Ещё лезут на пышки. Маленькие. Такие вот, смотрите. Столбичек такой. Столбичек. А тут вообще пальчик. Вот он. Ну, этот, пожалуй, трогать не будем. Маленький. До следующего раза. А вот этот стоит взять. Вот он. Он. Он даже не тронутый. Слизняки ещё не успели погрызть. Иду такой в поднос чего-то мурлычу. Наслаждаюсь природой, птичками. И тут впереди такой сюрприз. Смотрите, ребята. Аж заматерился, честно слово. Вот такой вот, смотрите, какой. Смотрите, какой он. вот этот. Опа. Опа. Вот он какой. Здоровский же. Первый летний белый. Здоровский красавец. А по краю ельника, ребята, неожиданный бонус от лесовичка. Вот такой вот симпатичный лесной шампиньон. Причём, самый-самый настоящий. Вот такой он. Вот такой он. Обалденный. Так. Сейчас мы его возьмём. А, его сожрали. Его сожрали. Его сожрали. Но, тем не менее, смотрите, ребята, брать, конечно, не будем, но вот он классический. Классический. Шкурочка нежная. Такой хорошенький. Вот его. Это болезнь. Болезнь летнего гриба. Гриб пока он только по обушкам. Земля в большом лесу. Вот специально зашли, чтобы показать, ребят. Вот, смотрите, земля ещё цветёт. Вот этот вот белый налёт на земле. Это вот как раз мицеллярные тяжи вышли наверх. Вот она, видите? Вот они пятна. И тут формируется гриб. Вот это цветёт земля. Вот эти вот белые это как раз и в народе говорят земля зацвела. День через 10 вот в этом вот месте будет гриб. какой, не знаю, но что-то будет. Земля цветёт, это здорово. Это очень хорошо. Но в большом лесу пока делать нечего, поэтому обратно передвигаемся на опушке. на опушке. Беленькие только лезут. Смотрите. Видите? А, это не гриб. Это не гриб. Зато он грибы. Смотрите. вот один. Вот один. Вот второй бочоночек. Вот он второй красавцы. возьмём. Ну, вот это, ребят, это не белые. Это не белые. Это грабовик. Берёзовый грабовик. это не белые. К сожалению. тем не менее, это гриб. Балетовый. Хороший грибочек. А вот их собратья. Вот они какие. Значит, начинается уже грабовик. Это уже хорошо. И вот по приметам начать, наверное, лучше всего это с пожелания грибнику перед тихой охотой. Скажите, как у вас принято говорить? Ну, у нас в нашей банде считается то, что если тебя если тебя тоже погрызенная ножка, тебя перед твоей тихой охотой пожелали тебе удачи, считается, извините за выражение за шквар. Типа того, что перекрестили, еще не уехал в лес, а тебя уже перекрестили. Обычно у нас из пожеланий это ни слезняка, ни червяка или же полных лукошек. А вас чего желают? Интересно узнать, может, где-то есть в другом регионе какие-то другие пожелания. Грабовики к напышке. К напышке маленькие. Вот именно бочонки в мариновку вот такие вот. Это идеально же. Вот он. Вот такой бочоночек в мариновочку целеньким, не разрезав. Очень здорово. И совсем неожиданный сюрприз. Кстати, обратите внимание, сегодня лесовичок нам сюрпризы готовит. Смотрите, первая веселка в этом году. Видите? Она тут еще не одна. Смотрите, вот еще лежит. Вот, погрызена слегка. Слегка. Думаю, сейчас у нас кто-то позавтракает. Посвящение в бандиты будет. Здорово. На завтрак мы уже нашли. Будем посвящать. Итак, официальное посвящение в бандиты. Снимаю, выкручиваю. Целенько пока не будем трогать. Теперь смотри, бери и вот отещай остатки шкурки. Не улыбайся, не улыбайся. Остатки шкурки вот берешь вот так вот, снимаешь, как на банане. Просто снимаешь и все. и все. Кушай, не бойся, не отравишься. Если хочешь, я могу укусить. Тоже. не улыбайся. Итак, посвящение в бандиты. Не упоминайте лифи. Не бойся, не бойся. Безвкусное на редиску похоже. На редиску, да. Ну, вот это вот шлисть. Ну, оно безвкусное, противное, ну, да. Но зато насколько это полезно. Выйди потом на связь, если жива будешь. Шучу. Шучу. И вот продолжая про приметы, ребята, вот согласитесь со мной, есть вот такое вот маленькое, маленькое, и они работают. Ну, вот, у меня, например, если по дороге вас встретил гаишник, остановил, не дай бог. Ну, и все. Можно разворачиваться и ехать домой. Однозначно. Вот какие они. Беда летнего гриба. Нет. Это тоже можно взять. Врага отогнать. Можно взять. Потом одна из таких явных примет. ножка съедена, поэтому, наверное, заберем просто шляпку. Хотя она слегка червивая. Так вот, самая такая примета это нож. Нож в руках это беда. Как только нож достал и идешь с ножом в руках, ну, грубо говоря, на перевес. Все, можно сворачивать. Ты уже ничего не найдешь. Единственное, положил его в ножны, сразу же пошли грибы. Согласитесь, это же работает. На сто процентов работает. Так, он еще есть. Гриб, конечно, мало его. Он единичный, но он кучками вот такими хорошими кучками. Вот такой вот он бодрый. Маленький, он только-только-только лезет. Смотрите. Так вот, вот одна еще из примет, которая вот сто пятьдесят процентов работает, если перед лесом по дороге в лес встретил дикое животное, сто процентов у тебя будут грибы. А сейчас получается не только дикое блэкангус, но, собственно, они же, извините, они как мамонты пасутся. Они круглогодично на полях. Поэтому, как видите, это все сработало. это здорово. Потихонечку. Хотя грибы еще, конечно, мало. Тут вот одну шляпку можно забрать. Но, согласитесь, это первое белое, это очень здорово. Вот такие. Хотя я жалуюсь о том, что гриба мало, но, тем не менее, потихонечку потихонечку собирают. И девчонки все собирают. Вот самое интересное, идешь, идешь, потемнело, и гриба нету. Только выскочило солнышко, и вот, вот такой вот карапузик. Вот еще один. И их сразу, несмотря на то, что я шел и плакал вначале, но их оказывается довольно-таки много. Здорово. Вот он. Смотрите, какой идеальный, вообще идеальный. Рядом такой вот, ну, как пройти. Здорово. Вот солнышко бывает время от времени. Заходит вот сейчас опять тучка, и оно закатывается. Плохо. Как бы там ни было, но мы чуть-чуть насобирали. Смотрите, вот, стоит да, погрызенный, но это, к сожалению, участь всего белого гриба. Вот солнышко опять скрылось, но тем не менее, вот такого гиганта ну, как мимо него пройти. Он же такой четкий, четкий, четкий. Красавец. По краешкам, по краешкам вот такие вот красавцы. Смотрите, какой бочоночек. Юху! вот такой красивый. И в продолжении рассказа о приметах. Ну, у нас, по крайней мере, в банде так все делают. Во-первых, надо с лесом поздороваться. Во-вторых, слово волшебное надо обязательно сказать, попросить у лесовичка и обязательно ему оставить гостиниц. Смотрите, какой стоит. Вот такой, смотрите. Ух, бомба! Еще рядом вот, чуть-чуть погрызенный, но этот вот такой вот, вот сравнение мой, почти кулак, вот он такой. Ух, какой! бомбический! И в заключение нашего видео, спасибо, ребята, что погуляли с нами, оставайтесь на нашем канале, сезон только начинается, будет интересно. В заключение можно сделать. Гриб есть, его довольно-таки много, но его надо искать по краям леса, вот, видите? Вот сколько мы от краешки, от краешка. просто по пушкам. Ищите по пушкам и прибудет с вами сила. Спасибо большое! Ну что, друзья, спасибо вам за нашу тихую охоту! тихо! Спасибо! Спасибо! Спасибо!